здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем всем здравствуйте а сегодня я пожалуй хочу ответить знаете на какой вопрос меня спросили вот ну вернее то что спросили а как в упрек но поставили в том плане что вы должны молиться за любое правительство за любую за страну за все молитесь ли вы вот вы говорите вы не политичны я абсолютно политичная к политике отношусь для меня она не существует вообще потому что если я буду рассказывать почему ноги не поймут ноги не так поймут ноги знаете как вот если вы не интересуетесь политикой то она заинтересуется вами и всякие такие лозунги меня это не трогает в одном из видео я сказала что моя страна это государство божье государство царя царей понимаете поэтому тут вот мы немножечко но тем не менее у меня есть команда и мы одна команда понимаете которая конечно же молится за правителей за своих я обязательно молюсь за израиль всегда молюсь за израиль потому что этого просит от меня бог естественно за другие страны я тоже молюсь где идет недопонимание где идут конфликты и так далее я также говорю господу богу там где мир поддержи его пусть он так и продолжает быть миром в тех странах где мир и не дай бог им я вот так вот говорю а теперь давайте посмотрим что же писание об этом говорит и ну вот почему мое отношение вот такое именно я сейчас открою библию ну отошла тоже мне нужно открыть ее до на страничке значит псалом 6 стих 10 услышал господь моление мое господь примет молитву мою мне очень нравится вот эта фраза из псалма 6 стих 10 услышал господь моление мое господь примет молитву мою каждый я согласна верующий должен молиться и ходатайствовать но не каждый призван в духовное служение ходатайство скажем так например я уверена что бог призвал мою скажем сестренку сестру в боге по библии библейской моей сестренки в церкви в церкви у меня есть одна сестренка мария и вот ее я уверена бог призвал быть ходатаем там за украину вот наверное она судя по всему официально уполномоченная господом молиться за украину и может быть на ней лежит молитвенное бремя вот этих государственных проблем она очень жаждет увидеть пробуждение в стране она живо интересуется всем что касается украины она основательно изучает историю украины следит за всем что происходит в правительстве она всегда молится с большим энтузиазмом это я и имею ввиду вот когда говорю о должности или служение ходатай уже давным давно я неоднократно была свидетелем что вот мария она взывала к богу и просто штурмовала небеса молитвами за украину и за другие страны что касается меня то я не принимаю настолько близко к сердцу вот вот такое служение ну понимаете внутри меня дух он немножечко другой это не означает что мне все равно и что я не молюсь за страны и за политических лидеров за я за ментальное здоровье обязательно молюсь обязательно молюсь за то чтобы господь их повернул немножко в другое русло вытянул из этой грязи в которую они опускаются и как говорят по локоть в крови затягиваются во многих странах где бренчат оружием и показывают что какие сильные от мы их а вот мы их вот или хотите мы еще еще раз вот я прошу конечно есть такое у меня в молитвах есть но я этим не озадачена и не больно я не считаю что это мое служение вот мария она всем интересуется это ее понимаете что еще это означает это означает что я не могу это делать понимаете вот с таким пылом в этом вопросе ведь это же приходит от бога это означает что бог видит во мне допустим с марией вот с этой с другими людьми другие за детей молятся третье еще за что-то кто-то я там еще и за интернет семью за свою семью за каждого из своих своих членов семьи из большой семьи у меня очень большая семьи братья сестры племянники все я вот чувствую служение за каждого из них промаливаться потому что считаю что они недостаточно не стоят в молитве так как мне этого хотелось я молюсь за свою интернет семью я решила такое служение я я молюсь за раковых больных людей которые вот раком болеют я веду такое служение и я за детей сирот молюсь и так далее в общем у меня свое служение бог побуждает на определенные вещи вот на эти вещи ведь этим надо следить ведь нужно вот в этом плане работать вот я в этом плане и свое служение вижу а вот у нее у марии вот в том она следит прямо за всеми новостями нас следит за всем что может вот у нее может быть в этом и она молится и вот в этом стоит вместе получается команда вот почему я говорю ходите в церковь хотите один там молится зато другое то ходатайство и получается мощнейшее мощнейшая такая всеобщая молитва которая опускается на ваш дом и потому вы живете в благодати и потому вы не понимаете но вот нет вы понимаете почему у неверующих но столько проблем столько что проблема за проблемой они это и называют проблемы если у нас есть это затруднения какие-то мы их с божьей помощью очень быстро решаем то у неверующих или номинальных верующих номинальные верующие это те кто на пасху ходит но вы понимаете меня о чем я и все в общем то потом у них идет такая же стандартная жизнь они выходят мат перемат и так далее все стандартная жизнь до сигареты в зубу водку и прочее 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 все я говорю за верующих верующих легче а у номинальных верующих и неверующих вот отсюда все и идет не так как им хотелось бы они злые они озабочены постоянным смотрением телевидения и постоянным как бы так вот щекотанием своей души им нравится уже они вошли в такую стадию я вот уже замечаю этих людей которые смотрят постоянные новости они уже вошли в такую стадию они не могут без нанесения травм на свою душу а им это уже какой-то садизм просто садомазохизм или как это называется что им это уже доставляет удовольствие они не дня не они этим питаются я питаюсь словом божьим они питаются вот этим я и мало того они еще думают что все так должны все так должны и как это так что не все так ведут себя вот ну получается что в молитвах когда мы в церкви это у нас единая такая команда она вот побуждает допустим мою приятельницу марию молиться об одном меня а другом если я начну думать что со мной что-то не так потому что я не ходатайствую там за страну вот так как это делает мария это приведет к самоосуждению и помешает мне исполнять только чему призвал меня бог если же продолжу исполнять свое призвание сосредоточусь на том чтобы как можно лучше исполнять его наша команда не будет знать поражение поэтому я сосредоточена на своем служении мать я сосредоточена на то как выполнять то к чему я призвана вот вот так бог не поручает каждому из нас молиться обо всем сразу это невозможно все сразу то ничто святой дух он распределяет между нами то о чем необходимо молиться он делает это так как считает нужным а от нас требуется лишь исполнить поставленную задачу поэтому на это я отвечу молитесь так как бог побуждает вас это делать это идет вот отсюда отсюда это я останавливаюсь я слушаю себя и понимаю как и что положил не бог как говорится на сердце а я люблю вас будьте благословенны остановитесь прислушайтесь к своему духу они к своим чувствам желанием и щекотанием нервы потому что вот это щекотание оно ни к чему хорошему не приведет оно разрушит ваших родных близких оно разрушает вас оно разрушает окружающих посмотрите на свою семью во что она превращается это я обращаюсь к тем кто еще больной политикой кто еще продолжает смотреть скажем так телевизор и без этого не может получать оттуда питание посмотрите проанализируйте остановитесь выключите посмотрите что в вашей жизни происходит с вашими детками с вами с вашими мужьями родными и близкими с окружением и вы все поймете вы поймете какого беса вы запустили в свою жизнь избавляйтесь избавляйтесь срочно я люблю вас будьте благословенны вы и ваши близкие пока пока